Здрасте, дорогой. Здрасте. Как здоровье-то? Как? Бычья кровь-то счет пожелает. Степан Михайлович Пономарев гостей принимает с радостью. Сегодня поздравить участника Великой Отечественной войны пришли депутат законодательного собрания Забайкальского края Карина Конунникова и представитель администрации Центрального района Читы Далсон Жалсанова. Большую часть времени Степан Михайлович живет на даче возле леса. В город приехал, чтобы принять участие в празднике Победы. Специально для гостей ветеран впервые за несколько лет открыл свой сейф, где хранится офицерский кортик. Оружие ему вручили в день 70-летней годовщины окончания Второй мировой войны. Степана Пономарева мобилизовали в 1942 году. Тогда он жил в Алтае. После трехмесячной подготовки он должен был отправиться на Ленинградский фронт. Но получилось все иначе. Не доезжая в Москву, нас разбомбили. 30% осталось от этого, от эшелона. И как ни странно, понимаете, значит, потом сформировали новый состав и, наоборот, направили на восток. На Западе страшная война шла еще, неизвестно еще кто кого. А уже готовились, значит, к войне с Японией одновременно, понимаете. Почему? Потому что это было очень опасно, понимаете, значит. Квантунская армия стояла на границе, понимаете, на нашей границе, вооруженной до зубов. Степан Михайлович принимал участие в освобождении северных районов оккупированного Китая. Во взятии самого укрепленного пункта в Хайларе, который называли неприступной крепостью японцев. Хайларе. Там на глазах, понимаете, они пороли себя, чтобы не сдаться. Когда некуда, некуда уже деваться. У них это в крови, чтобы не сдаться. Ну, в основном пленили. Это отдельные такие уже, знаете, их нерелигиозные были, значит, которые не сдавались полностью. Лучше умереть самому, чем этот самый не сдавать. Решающая, значит, победа, это было за авиацией. А их расстреливали прямо буквально целые отряды. Мы шли по галиану, понимаете, так. Знаете, галиан такой, трава. До двух с половиной метров, это самое, стебли у них-то. Они прятались в этом галиане. Их там, понимаете, значит, раз бомбили, так мы по трупам шли, понимаете, значит, полчаса. Ну, стычки были такие, вот я и говорю, что, значит, когда вы эту крепость брали, они сразу, они уже не сдавались, понимаете, там перебили мы их всех. На подступах к городу Таунань Степан Пономарёв с товарищами в доте укрывался от обстрела, когда в него попал мощный снаряд. Рухнувшая часть потолка придавила насмерть двух человек. Его же ударило по голове обломком балки и оглушило. И это был уже не первый случай, когда боец оказался на волоске от гибели. После окончания войны Степана Пономарёва направили на службу в правоохранительные органы. Более 35 лет ветеран прослужил в транспортной милиции. Он ушёл на отдых в звании полковника почти в 60-летнем возрасте. 9 мая участник Великой Отечественной войны всегда в строю. Степан Михайлович выглядит бодрым и весёлым. Говорит, что давно не пьёт лекарства. Для него главная целительная сила – природа. Возможно, ещё и потому, что мама родила его буквально в поле воржи, когда убирала урожай. А теперь вокруг ветерана, как молодые ростки, поднялись дети, внуки, правнуки и даже проправнуки. Всего у Степана Михайловича 30 потомков. Екатерина Станиславская, Андрей Шаронов. Время новостей.